Паника заканчивается, потому что человек видит, что это тоже не помогает. И он уже вообще не знает, что ему в жизни делать. В результате восьмая стадия стресса называется депрессия. Она длится дольше всего. Человек просто в это время смотрит картинку тусклого кино, в котором нет ни красок, ни радости, как будто жизнь протекает стороной. Поднимите руку, кто так живет сейчас? Это депрессия, да. Это такая тяжелая стадия. Она самая опасная, потому что во время нее копятся тяжелые хронические заболевания. Человек не должен позволять себе жить тусклой жизнью. В целом есть два способа выходить из стресса в зависимости от вашей развитости. Первый способ начинать с природы — это бегать вдоль моря, делать зарядки. Я вижу много людей на берегу, которые, я вижу, что они в депрессии, и они вот трудятся сердцем. То есть они наклончики делают, там вес поднимают, опускают, они бегают, они трудятся. Это путь через природу, выход из стресса через природу. Очень сильно эффективны для тех, у кого нет глубокой веры в Бога. Те же, кто верит сильно в Бога, они должны ездить в цветные места и погружаться в молитву. И таким образом выходить из стресса. Но не забывать про природу. Потому что если у человека стресс, у него также страдает здоровье, и он всё равно должен контактировать с природой. Стресс всегда идёт через среднюю часть. Смотрите, есть Бог, есть природа. Природа стресса не делает. Если ты про неё забыл, ты от этого стресса не получаешь. Ты получаешь просто болезни. И чтобы вылечиться, надо с ней начать контактировать. Ведь она всегда по-доброму к нам относится. Она как мать. Она никогда нас в стресс не введёт. Хочешь к матери поближе, тебе плохо, беги к матери. Люди даже не знают, что есть мать. Мы живём с матерью на этой земле. Эта мать, её зовут Земля. Большая такая мать добрая. Если тебе плохо, ты заболел, беги к ней. Не сиди в своём каменном норке в своей. Выбегай из неё и беги на боре. Там, где есть природа, там, где есть солнце, вода, песок. Там, где есть стихии природы, там, где есть лес. Там, где есть красота этого мира. Беги, там надо двигаться. На красоте не надо кверху попой лежать. Там надо двигаться, нужно жить. Тогда природа начнёт входить в человека. А если ты просто валяешься, там ничего к тебе не войдёт. Нужны отношения. Если у вас есть огородики, есть у вас здесь огороды, бывают? На огородики можно трудиться, работать тоже, контакт с природой, сажать цветочки, там, сажать растения, деревцами ухаживать и всё. Эта жизнь даёт контакт с природой. Человек успокаивается, у него появляются силы. Побеждает стресс. На дальней станции сойдут. Трава по пояс и хорошо, с булым наедине, Бродит в полях ничем, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине. Понимаете? То есть человек должен быть смелым в этом плане. Уехал и пошёл гулять по природе, бегать, прыгать, радоваться, любить землю. Это означает любовь к земле. Когда дети радуются, на песочке играют, они любят землю в это время. Они общаются с матерью, с землёй в это время. Они становятся здоровыми, крепкими. У них нет никаких проблем. А если ребёнка не выпускают на природу, то он становится больным. Чтобы ребёнок не болел, есть только один выход. Это пускать его на природу и всё. И он сам вылечится. Контакт с природой. Бегать, прыгать. Ой, песок не трогай. На солнце закрывай. Солнце быстрее. Солнце меньше. В воду не ходи. Дышать надо меньше. И не ешь ничего вообще. Безумие. Пускай бегает по воде, по песку, на солнце. Чем больше, тем лучше. Всё. Он становится здоровым, живым. Итак, депрессия. Чаще всего люди выходят через контакт с природой. Здоровый образ жизни. Бег, движение, зарядки, качание. Волейбол, всё что угодно. Но только больше на природе, если депрессия. Второй выход для развитых людей — это погружение в молитву. У меня был один раз только в жизни стресс настоящий. Он длился у меня около двух лет. Вот. И ещё три раза после этого были попытки сломать меня. Судьба меня сильно пыталась сломать. И все эти три раза я уезжал в святое место. И по восемь часов в день молился. Каждый день восемь часов. И первые где-то две недели стресс отходил от меня. И нахлыновал опять вновь. Каждый день время так действовало, что я восемь часов отмаривал. Мне легче становилось. Потом полдня я чувствовал себя хорошо. На следующий день опять нахлобучивало. Это не то, что в мыслях. Это были совершенно объективные процессы, желающие меня сломать. То есть было влияние определённое оказывать. Я не хочу подробности рассказывать. Вот. Но идея такая, что в это время я просто молился. И через две недели постепенно эти силы начали слабеть. И через месяц их вообще не осталось. Я уехал по те... Ну как будто мою жизнь разрушают. Приехал, уже всё нормально. Хотя действие происходило не в святом месте. А там, где я живу. Удивительно знать. Что так действует судьба. Можно просто молиться по восемь часов. И всё меняется само в жизни. Замечательный пример. У меня несколько примеров есть. Одна женщина в Омске подошла, говорит. Олег Геннадьевич, у меня сын болен таким заболеванием, что у него когда приступ шизофрении, он запирается в квартире один. Ничего не ест, не пьёт и умирает потихоньку. А если пытаться ему позвонить или прийти к нему в звонки, он не отвечает. Если пытаться к нему прийти, он пытается сразу покончить жизнь самоубийством. У тебя на глаза. В общем, нет выхода никакого. Что делать? Я говорю, слушайте голос святого человека, молитесь день и ночь. И всё будет хорошо. Но у неё не было другого выхода. Она это делала. Через несколько дней она почувствовала сначала в сердце, что всё будет хорошо. Первый круг победы над судьбой она прошла, он в сердце находится. Потом она начала дальше молиться и почувствовала, что она может ему позвонить. Она ему позвонила, он взял трубку первый раз. И он начал с ней говорить. Она чувствует, что как будто он сам не в себе, но при этом с ней разговаривает. Так удивительно. И она потом ещё помолилась, и он её пустил. Начал брать трубку, общаться с ней. Он её пустил домой. Она принесла ему поесть. Там подмешала вещества, которые успокаивают психику. И он так несколько раз его покормил, он вышел из этого стресса и остался жив. Вышел из этого состояния. Второй случай такой интересный. Одна женщина... Ну таких случаев тысячи, я просто сейчас это вспомнил. Одна женщина... У неё была такая ситуация, у неё не было денег учить ребёнка. А муж богатый бросил её с ребёнком и не хотел платить за обучение ребёнка. И она начала молиться, прощать мужу, думать о Боге. И через несколько, недели две-три, муж ей звонит, говорит, я решил оплачивать обучение ребёнка. Сам. Следующий случай произошёл такой. Одна женщина заняла у своего знакомого, очень влиятельного человека, огромную сумму денег. И она все эти деньги потеряла в результате неправильного ведения бизнеса. Она очень сама, очень серьёзный бизнесмен. И так как этот человек был связан с такими серьёзными кругами, криминальными, то есть он ей сказал, или возвращай деньги, или сядешь в тюрьму надолго. Но если он сказал, значит он посадит, это очень сильный человек был. И она пришла ко мне, говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, есть только одно действие, которое побеждает судьбу, это молитва. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, помогите мне. Только не надо говорить, что надо молиться. Я говорю, тогда я вам помочь не могу. Она начала молитву, прошло некоторое время. Она пришла ко мне с одним вопросом. И когда она мне сказала, что она хочет сделать, у меня сердце просто обрадовалось, потому что я почувствовал, что это истина, которую дал ей Бог. И она это сделала. Она пришла к этому человеку и сказала ему, ты можешь меня посадить в тюрьму. Денег у меня нет. Или второй вариант, ты можешь взять меня на работу, у них одинаковый бизнес. Я буду менеджером, я буду делать твой бизнес. Ты будешь платить мне зарплату. И часть зарплаты, сколько ты хочешь, будешь брать за погашение долгов. Я буду жить полностью, работать на тебя, так сказать, под твоей опекой. Он очень разумный человек был, подумал, 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 подумал. Решил взять ее на работу, попробовать испытательный срок. Но потом произошло чудо. Чудо заключается в том, что она не только ему подняла бизнес, то есть она сделала ему процветание. Он начал процветать благодаря ее разумности, ее силе, возможностям. И он простил ей все долги, еще купил квартиру и сказал, оставайся у меня, туда не уходи. Все, что хочешь от меня, получишь в жизни. Оставайся. Классно закончилась история. Это не сказка, это жизнь. Но почему-то не наша. Наша жизнь должна быть лучше. Мы не должны поддаваться стрессу. Не надо пукситься. Не надо плакать во время стресса. Нужна сила, нужна молитва, нужна победа. Так, депрессия означает, что человек не может выбрать цель жизни. Он не знает, что депрессия всего лишь от того, что он не наполненный Богом. Во время депрессии нужно искать Бога. Больше ничего не надо искать. Для того, чтобы его искать, нужны силы. Поэтому человек должен бегать, прыгать, контактировать с природой. Потому что самое простое проявление Бога — это Бог в природе. Поэтому люди, и проще всего, они чувствуют Бога через свет, через солнце. Они чувствуют Бога как что-то такое сияющее, яркое. Это самое простое проявление Бога. Поэтому люди легко это понимают. Бог как счастье, Бог как свет, Бог как сияние. Бог как солнце. Поэтому надо идти за солнцем следом. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, когда по свету белому отправиться с утра. «Иди за солнцем следом, ведь этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогу и добра». То есть за солнцем или за светом, за Богом, за святостью. Надо верить в святых людей. Они являются отражением Бога. Не верить в святых людей. Спасибо. «Иди за солнцем следом».